Высота данной башни 326,5 метров. Тогда была провозглашена независимость Литовской Республики от Советского Союза. Никуда вы не верите! Никуда вы не уйдете! Всем привет! Сегодня мы находимся в Вильнюсе. Как обычно, по традиции, Вильнюс нас встречает дождливой погодой и серой. Собственно, снимать-то тут, казалось бы, было уже нечего. Все давно рассказано и показано, но есть одно интересное место, куда я так до сих пор и не добрался, бывая в Вильнюсе до этого. И, собственно, сегодня я хотел бы его немножечко показать и о нем немножко рассказать. Сейчас мы находимся в районе Каролинишкис. И я вам покажу Вильнюсскую телебашню. Этот район является спальным и, в принципе, он ничем не отличается от любых спальных районов, городов постсоветского пространства. Невзрачная абсолютно куча граффити. Вот, ну, единственное, вот, собственно, башня прямо за мной сейчас. Высота данной башни 326,5 метров. Наверху есть смотровая площадка, правда, пока только крытая. И есть вращающийся ресторан, который полный оборот делает по кругу, ну, примерно в течение часа. Строительство башни началось в 1974 году, а введена в эксплуатацию она была в 1981 году, в январе. Сейчас мы находимся на поле перед башней, и за мной располагается музей антенн, которые использовались на территории Литвы в различные годы. Вот они как-то вот так вот выглядят. А вот-вот здесь вот стоит памятник, который посвящен событиям, которые произошли на этом самом месте в январе 1991 года, о которых я сейчас расскажу. Никуда вы не беретесь! Никуда вы не уйдете! Началась история в марте 1990 года, когда у власти в Литве находилось движение «Союзис». Тогда была провозглашена независимость Литовской республики от Советского Союза. Было приостановлено действие Конституции СССР, и введено опять действие Литовской Конституции образца 1938 года. С апреля этого же года началась частичная энергетическая блокада Литвы. Начались притеснения русских людей на территории Литвы, и ходят слухи, что даже некоторые говорили о том, что убивайте жен русских офицеров для того, чтобы они не рожали оккупантов на территории Литвы. Местные юноши даже отказывались служить в Советской Армии, и в один день на Центральной площади сожгли свои военные билеты. Вот мы сейчас входим внутрь башни, и даже здесь до сих пор чувствуется вот эта такая совковая какая-то атмосфера, вот эти вот стены, ну это серый какой-то гранит или мрамор, да все что угодно, ну такая очень прям серость. Ну до сих пор вот этот дух здесь стоит. И кстати говоря, башню планировалось в 2015 году закрыть на реконструкцию. Ну вот до сих пор я увидел только пару лесов, которые стоят снизу. Ничего никто не делает, и даже строителей не видно. Смотровая площадка находится на 19 этаже. Собственно туда мы сейчас и направляемся. Собственно вот мы сейчас находимся на смотровой площадке, и так прикольно ощущается, что ты вот реально стоишь, а потом ресторан начинает вращаться. Вот очень забавные ощущения. Субтитры сделал DimaTorzok И кстати говоря, в ясную погоду, ну правда если знать куда смотреть, отсюда может быть видна островецкая АЭС, которая сейчас у нас строится в Беларуси. Илья, ты кстати знаешь, что эта башня вообще является самой высокой точкой в Литве? Да, и это наверное самое высокое место, где я только побывал на данный момент жизни. Ну я бывал гораздо выше, но это уже совсем другая история, об этом вы можете посмотреть в моих других видосах, там обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там и все такое. Меньше чем через год, а именно в январе 1991 года, ситуация накалилась до предела. И в это время в Литовскую республику со стороны Советского Союза были направлены псковские десантники и отряд Альфа, КГБ СССР, которые должны были здесь якобы наводить порядок. Начиная с 11 января 1991 года, эти группы начали занимать важные объекты литовской столицы. И в ночь на 13 января планировался штурм вот этой вот самой башни, и в том числе и целецентр, который здесь же находится недалеко. По официальным данным, в ту ночь погибло около 15 человек, причем считается, что некоторые погибли от пуль советских военных, а некоторые погибли под колесами танков. При этом в всем существует две версии, одна из них говорит именно об этом. Вторая же версия говорит о том, что советские военные не использовали ни единого боевого патрона, никого вообще не давили, и люди погибали от рук своих же провокаторов, которые стреляли с окрестных домов, которые находятся вокруг башни. Мы к ним, кстати, сейчас тоже подойдем. И даже сейчас, когда прошло столько времени, Литва до сих пор пытается осудить тех людей, которые якобы были причастны к расстрелу мирных жителей. И, насколько я знаю, даже до сих пор идут какие-то суды. И некоторые люди объявлены в международный розыск. Впоследствии никто из должностных лиц СССР не хотел брать на себя ответственность за то, что произошло в Бильнюсе в ту ночь. И даже сам Михаил Горбачев говорил о том, что он не знал об этой операции. Когда я смотрел выступления бывших военных Альфа, которые участвовали в этой акции, они вообще говорили как-то так, ребята, вы чего? То есть вы хотите сказать, что мы просто сели на поезд из Москвы, приехали сюда прокатиться, что-то тут сделать и уехать назад? Ну, это просто глупо и смешно. Также нашли свидетели, в том числе и местные жители, которые утверждали то, что вот прям вот с этих домов, с крыш, велся огонь по своим же людям. То есть это были некие провокаторы. Ну и, собственно говоря, до сих пор так и не ясно, были ли провокаторы, не было ли провокаторов, вообще кто-то все сделал. Правды, скорее всего, мы уже никогда не узнаем. А даже если узнаем, то, ну, людей уже, в общем-то, и не вернуть. Собственно, у меня, наверное, больше нету слов. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Будут скоро новые видосы, новые истории. Вот. Всем спасибо. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!